Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наши встречи с английским языком. Сегодня я хочу поговорить об одной теме, которая прямо с языком не связана. Но без нее, к сожалению, любое дело не клеится. Это тема сохранения мотивации. Почему я решил вдруг об этом поговорить? Дело в том, чтобы лучше понимать и знать ваше текущее состояние, я тоже в настоящий момент учусь. А воистину, чему-либо сам научишься, только обучая другого. Вас я хочу научить английскому, а сам начал учить финский язык. По собственной же методике приобрел книгу на финском языке за спичками. Помните знаменитую комедию Гайдая с Вячеславом Невинным и Леоновым? Русский перевод Михаила Зощенко у меня уже был. Так вот, читаю я книгу, почитываю. Сначала читаю финский текст. Естественно, ничего не понимаю. Но два-три слова замечаю. Регулярно встречаются на каждой странице. Тогда я обращаюсь к словарю. Оказалось, что это слова молоко и корова. Повеселее стало. Дело в том, что любое слово не живет в тексте обособленно. За каждым словом тянется так называемый ассоциативный шлейф. То есть, там, где слово корова, скорее всего, будут слова трава, хлев, пастбище. А там, где слово молоко, скорее всего, можно встретить слова пить, кружка, завтрак, обед или ужин. Так вот, пока у меня словарь в руках, я ищу эти слова. Снова главу перечитал и точно нашел и клев, и сено, и кружку. А то, что рядом с кружкой оказались слова блюдца и кофе, я и сам догадался. Даже к словарю обращаться не пришлось. Я Зощенко открыл. Перечитал все по-русски. Закрыл книгу. Все, на сегодня хватит. Пускай теперь подсознание поработает. Другими делами занялся. А вечером снова за язык. Ведь содержание главы я с утра знаю, читаю и догадываюсь. У этого слова такой перевод, а у этого такой. И вдруг одно место встретил, ничего понять не могу. Вот тогда самое время снова обратиться к словарю. Просмотрел словаре. Каждое слово и чудо. Все понял. I got it. Итак, еще одна глава в кармане. Так, за три дня я книжку и одолел. Обратился тогда к финской грамматике. Полистал ее. Ага, вот оно значит что. Прояснил для себя какие-то моменты. Чувство уверенности появилось. Взялся за вторую книгу. Ошибка комиссара Павлова. Это знаменитый финский детектив. Никакой опоры, естественно, уже нет. Тяжело. It's very, very hard. К словарю приходится чаще обращаться. И тут началось. Ведь сам знаю, никто меня финский язык учить не заставляет. Ни перед кем мне отчитываться не надо. Экзамены мне не сдавать. И все равно внутренний цензор, а у каждого из нас внутри сидит внутренний цензор. Начинает мне мозг грызть. Да ты то, да ты сё, проста, уволень, деревенщина. Куда ты лезешь? Да какие методики? Зоченька-то под мышкой уже нету. Что, приехали? Но бороться я со своим внутренним цензором уже давно научился. Есть у меня для этого два друга армянский язык и монгольский язык. Отдохнул немного, другими делами позанимался. И вот с умным видом за армянский язык засел. Читаю, ничего не понимаю. Какая-то клинопись сплошная. Отложил книгу в сторону. И за монгольским потянулся. Ну и там, не монгол шоу-да. Знали бы вы, как мной внутренний цензор надо мной потешается. Да ты клоун, посмешище, шут гороховый. И такие слова зараза знает, что действительно самооценка куда-то вниз, ниже пяток улетает. Вот в этом состоянии я берусь за финский. Открываю книгу и чуть не плачу. Но уже от счастья. I'm so happy for you. Потому что после армянского с монгольским, мне финский язык таким родненьким кажется. Ведь читаю и через слово все понимаю. Конечно, деталей пока нет. Но какие-то общие формы, композицию, имена героев. Ведь понимаю, настроение заметно улучшается. Самооценка, прямо скажу, в небеса. И я за словарь. Что, 80 слов у меня снова в кармане. День не зря прошел. Для чего я вам это все рассказал? Рассказал я вам это для того, что понимаю. У многих из вас руки уже опустились. А ведь мы только-только начали. Сделали первые шаги. Шаги первые и не твердые. А впереди еще очень много работы. Ребята, унывать нельзя. Cheer up. Постарайтесь разработать собственные приемчики борьбы с внутренним цензором. Увидите, все у нас получится. На этом я не прощаюсь. Это было так. Лирическое отступление. Встретимся на следующем уроке. Подписывайтесь. Ставьте лайки. В комментариях жду вопросы, на которые обязательно всем отвечу. See you soon. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok